Так, сегодня у нас девятый день Ухреждения по Тайге Вернее, первый день заброска А ходим мы восьмой день По самой-самой жести Мы хотим попробовать дойти до избы, но не факт, что получится Потому что до избы километров 40, если даже не 45 Это просто жесть Вот Пришлось полностью в мокрую одежду Одеваться, потому что Ничего не просохло Мы же вчера бродили реку и все промокло абсолютно Не пришлось Думали, маленько хоть подсохнет Ночью был дождь, ничего в итоге не подсохло Слышность, влажность Пришлось вообще прям мокрую полностью одежду надевать Очень холодно сейчас Но мы пойдем Разогреемся Солнышко уже поглядывает Может все-таки сегодня не будет дождя Хотя тучи везде ходят, возможно будет дождь Такие дела Снимать буду мало Потому что дорога будет однообразная Лес-лес-лес вдоль реки Вот тут у нас палаточка стояла Видно даже место Сразу видно, что люди были Вот костер, типа которого уже нет Я пытаюсь тут как-то хоть греться Вот мой рюкзак уже собран Андрей еще не совсем собрался Но уже почти И вот такой вот лес вокруг При свете дня хоть снять А то вчера уже поздно было Не до съемок И уже темно было Такой лес здесь вот в начале такой реденький Потому что тут слияние двух рек Кичера-москит, по которой мы изначально шли Она впадает в Кичеру Эта Кичера, она прям очень буйная, широкая река Кичера-москит, она поменьше Вот сплавляться лучше вот по этой реке По той практически, наверное, нереально Она мелкая во многих местах Бежим-бежим Вышли к реке А тут вот следики Похожи норки Больше никого Ой, капец, комары жрут Это просто ужас Просто Вот, чтобы вы понимали Помыться вышли к реке И попить Все, капец Вот какой суверик Огроменный просто Вот береза с глазами Чудище какое-то И в уши Вот, смотрите Нос Глаз Уши На злого котенка похоже Вот на такой березе Толстенный Огроменный Растет Вышли на промысловую дорогу Комары поют Птички Птички тоже Ах, как хорошо Так радостно Чапать еще километров Сорок Тридцать пять Отлично Все отлично Вообще Мне все нравится Особенно когда комары жрут Это вообще прям Кайф Особо Особый Я мазохистка просто Люблю такой трэш Вот такая дорога Вообще прям Асфальта только не хватает Реально кайфово идти После той жести Которую мы все эти дни Проживали У нас реально категорийный поход был Не знаю какой категории Я не разбираюсь Ну прям жесть была Ну сейчас жесть Но я имею ввиду по километрам А так вот На промысловой дороге мы сейчас Не знаю как дальше будет Вроде бы как нам По ней долго идти Посмотрите какое классное Перо нашло Совы Вроде бы Заберу наверное Если смогу довезти А все не могу снимать Руки заели Во какая красавица Вообще Мизиальная красота Я первый раз такую вижу Не знаю что это за бабочка И пока я снимала Вот пожалуйста Дошли до ключа Тут Андрей Решил перенести свой рюкзак Потом мой Потом меня Чтоб мне ботинки снова не мочить И не затрачивать время На переобувание И поверьте Переобуваться Зашнуровать Зашнуровать ботинки Будет гораздо дольше Чем Два раза или три Перейти Ключ Так Косуля Шла Косуля Тут же шел волк Комары жрут Вот пожалуйста И И тут же Мишаня шел Все прелести тайги Такие дела О куда вышли Домик на колесах Можно зайти Посидеть Передохнуть Если он открыт Что уже спина Рюкзак не несет Иногда комары Вот так прям залепляют Я иду И даже не вижу Куда я иду Из-за комаров И залетают Как-то на комарник И даже в глаз Мне залетел Один комар Капец какой-то Ну я и говорю На замок На замок Поставили Что медведь не ходил А медведь откинет Если надо Ой Пусти автомаром Сидеть Иди сидеть Стоп-стоп О Смотри Закрытся Я на живут Думала Заброшка Нет Не заброшка Куда же Сыр что ли Газы у нас полно Нет Я имею ввиду Что это Может им оставить Один мой газ Газы им оставить Один мой Мы только посидим Ничего трогать не будем Просто от комары Уже заели Невозможно Матрасы какие-то шикарные Ну да Люди Живой вагончик Маленько Хоть от комаров Передохнуть Потому что реально Невозможно Можно даже Прилечь Да нет Прилечь не надо Я думаю Надо Прилечь Отдохнуть Чтобы ноги Ноги Клечи Ужас Ужас Надо будет Газ Не забыть Освен Главное Что ноги Не на кровати Что видно Чтобы не говорили Что это Будем на кровати Маленько Пять минут Реально Сейчас придет Избе со злой Дядька Спросит Кто валялся На моей кровати И помял ее Это я Машенька Мы тут решили Чаек попить Пока у нас Есть возможность Спрятаться От комаров У нас Вот изюм Вишня И бананы Сушеный И чайек Мы им взамен Вот свой газ Оставим Целый баллон Не будет Я думаю Передохнуть То надо Маленько От комаров А то вообще Заели Тременки А штырят Не успели мы От того домика Отойти Как уже Вот Еще один Наверное Несколько Человек Несколько Человек Рабочих Там Живет Там Скорее Сего Мы уже Заходить сюда Не будем Уже Там Перекусили Да Окон Нет Наверное Заброшены Может Не пользоваться Там Что Окон Нет Опять Сек Зайду Гляну Только Быстренько Опа Нет Клати Есть Объяло Как-то Странно С Выбитыми Окнами Комаров Уже Море Кличка Наверное Все-таки Пользуются Дровейшки Ладно Идем Дальше Просто Вот Так Лежу И Все Пофигу В траве В черничнике Пожираемые Комарами Прям Через Одежду Жрут Гады Спина У меня Отваливается Уже Вообще Капец Экзак Тяжелый Вот Такой Муравейник Огромный Просто Громадный Медведь Разрыл Как бы Вам Не с чем Сравнить Что он Вообще Огромный С пол Моего Роста Наверное Обалдеть Северобайкальский Лес Очень сильно Отличается От нашего Более ровный Более светлый И очень много Богудника У нас вообще Богудник не растет Но вообще Если его посадить То он будет расти Но в таких Масштабах У нас его Конечно нет Только если Кто-то посадил Он прижегся Ну возле избы Например Я знаю Такие есть Ну тайга Здесь не вся такая Но вот через Которую мы Сейчас идем Она вся вот такая Редкая Какая-то С кучей Вагонника Короче Нас подбросили По дороге До поселка И сейчас Подбросят Прямо до езды В которой Нам нужно Вообще Здорово Мужчина Такой Отзывчивый Нам попался У нас Вот на этой Вот довез До поселка А сейчас Мы на Ниве Поедем Уже до избы Вот так Все здорово Сложилось Потому что Я уже реально Не могу идти У меня спина болит И мозоли болят Вообще Сиди Так повезло Что нас подобрали Ну приключения Сегодня Я захочу Потом Провалился Мне лопату Привезли Бегал за лопатой Все Они бросают Все Трактор Едет Все Вытаскивает Мне рюкзак Помогают Тащить Вообще Здорово Доехали На машине Прямо Пошли До самого Зимовья Вот Хорошо Когда машину Медь Мы бы Все это Время Пешочком Шли Тут Есть Подъезд К Зимовью К этому И тут Есть Горячие Источники Мы будем Купаться Вот мы И пришли В зимовье Там проходили Горячие Источники Потом Покажу Вам Все Горячие Источники Пойдем Купаться В общем Нам так Повезло Что Нас Подобрал Этот Мужчина Такой Хороший Оказался Довелся Считать Что До самого Зимовья Хорошо Сюда Дорога Практически До него Есть Чуть Чуть Совсем Пройти Угостил Козе Молоком У него Своё Свои Козы После Такого Похода Знаете Как Молока Хочется Попить Вот И Он Тоже С нами Сюда Приехал Он Хочет Ускупаться Потом Уедет Мы Здесь Сильно Хотим Сейчас Перекусим Но Андрей Пошел Ноги А полосу Что У нас Ноги Горят Вообще Перекусим А потом Уже Будем Заниматься Делами Домашними Потом Пойдем В этом Горящем Источнике Искупаемся Вообще Кайф Представляете После Столько Дней Лазанья Под Дикой Тайге Мы Просто Искупаемся В Источнике Природном Горячем Это Вообще Кайф И Вообще Я Так Хотела Попасть Я Довольна Как Слон Потому Что Сколько Нам И Тело Сколько У нас Этот Мужчина Еще Вез Мы Наверное Только К Ночи Пришли А У У У У У У Ноги Отстегивались И Плечи Тоже Отстегивались Потому Что Столько Дней Тяжелый Завтра Спаскать Мы Практически Без Передышки Мы Бегом Бегом Потому Что Времени Мало У Нас Мы Не Успевали Маршрут Сложный Маршрут Сложный Мы Не Успеваем Я Сильно Переживала Там И Плакала Даже За то Что Боялась Что Не Успеем Из Ответственности Своей Вот И Не Было Нормального Времени У Нас Вдохнуть Все Времени Жив Вспешке Бегом 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 И Вот Здесь Наконец Можно Расслабиться Недалеко Получается От Поселок Печера Всего Лишь Антиметров Одиннадцать Примерно Отсюда Вот И Потом Завтра Я Сяду На Поезд На Час Там Чем По Моему Еще Дойти До Туда Надо Быть И Уже Потом Доеду До Севербайкальска На Нем И Уже У У Небудь Поезд До Моего Города Вечерний На Шесть Чем То Вот А Теперь Можно Спокойно Удыхать Удыхать Кушать Купаться Помыться Наконец После Похода Такого После Стольких Дней Нормально Можно Искупаться В горячем Источнике Я Кстати Никогда Не купалась В горячем Источниках Вот В этот Раз Я Попробую Что Это Такое Я Короче Лишь Перекусить Андрей Что Таким Адумал Пойти Искупаться Они Там В Источниках Вкупаются Я Аж Не буду С двумя Мужинами В Источнике Солить Вот Мне тоже Искупаться Охота Но Я Подожду Когда Этот Мужчина Уедет И Андрей Сейчас Тоже Искупается И Я Потом Под Королевичником Вкупаюсь Сейчас Я Перепушу А Есть Хочу Ушечки Такие Весь Поход Их Пропускала Знаете Такие Маленькие Все Забывали Забывали Печеньки Уже Все Превратились С Молоком Сейчас Перекушер Печенька Печенька Жили, что мы вот тут сидим в этой избе, что я сижу и пью козье молоко просто. Я вообще в это не могу поверить. Так отдыхать охота, ноги так ноют. Сейчас я перекушу, пойду хотя бы ноги в источнике пополощу для начала, чтобы легче стало ногам. Вот такая грязная, я такая грязная, такая уставшая, у меня такие мозоли. Как я сейчас в этот горячий источник, я потрогала, там реально вода горячая. Я никогда не купалась в горячих источниках, вообще класс. Вот такой тут источник, а тут типа, не знаю что это, тут типа просушка. А, тут вещи наверное можно повесить, сейчас я их повешу. И вот тут постоянно вода меняется, если что. То есть люди, которые купались до меня, ничего страшного, она вон туда сливается с дырки. И из-под земли постоянно наполняется. То есть тут вода постоянно чистая. Вот она стекает. Куда-то туда. Я, короче, решила полотенце пускала, чтобы от коваров сразу потом накинуть. А, ковры только жрут. О, кайф какой. О, после побегдей и жопы. О, как же классно. Не представляете, говорят это лечебно еще. Лечебный источник, но полезно купаться. О, я сейчас без камеры еще галушом искупаюсь. Потому что галушом это самый смак. А, ковры больше не жираем, только где было бы. Я все ноги в садинах, в синяках, я вся искусанная, я вся в мозолях, я вся полечу в этой ванне. Ой, как же круто. Я вообще оттуда не вылезу сегодня. Ой, дурак. У меня еще раз. У меня еще реально отсюда не выйдет. Я буду до вечера тут сидеть. А вот там вторая ванна, а вот там и пошла один ванна. Она не глубокая. Песок на дне прям горячий. Круто. 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 какая я счастливая вы не представляете когда столько не мылся когда грязнь когда устал это все болит такую ванну кунутся комары только замучили я наверно чуть попозже еще пойду плаваю прям вылазить неохота реально так здорово кайф горла бухаем варенье в девятый день горла бухаем это варенье ладно молоко после горячего источника да и молоко это вот берехали в игру где мы тут пустыню давай это за эту карту я проиграл и раздал и она вот сюда не тянет да значит опять прыгать идти купаться в общем сидим мы таки играем в карты уже как бы вечер думаем вряд ли кто-то в будний день сюда придет нет приезжают пара мужчина женщины по чистого искупаться в радоновой ванне вот они с нами посидели в карты поиграли потом пошли искупались потом еще пару раз поиграли вот только что ушли андрей с ними поехал до ручья там до ключа воды набрать потому что есть рядом воды нет ну питьевой до ключа прилично так идти чтобы он побыстрее у него сейчас докинут до туда обратно нужно пешком подито я пойду еще раз искупаюсь пока он будет ко время есть уже про вечер я не знаю точно сколько времени не смотрела ну вот это потом стемнеет и что-то дождь там то идет то не идет надо искупаться и уже изба остывает мы тут это пили же маленько чтобы вещи все просушить больше топить не будем потому что жарко очень сидеть круче пошла кстати говоря сюда шли когда я уже умирала реально не могла уже идти потому что девять дней я конечно такой километраж хожу но когда уже это девятый день под тяжелым друг таком же реально тяжело вот и мы прошли 40 или 45 километров уже на тот момент когда нас подобрали представляете и нам еще до сюда километров 20 было идти реально бы только ночи пришли и нормально не покупались и отдохнули просто завтра уже вставать 7 утра нужно чтобы мне успеть на один поезд до северо-байкальска а потом уже северо-байкальска на другой поезд вот у меня там будет немного времени я пойду в магазин там схожу ученик в поиск куплю в магазин там еще горячее стало солнце уже село там немножко после заката такое но самого заката нет так как пасмурно дождик придет и уйдет е-мое король обожирает кстати умывается и все они почему-то какое-то какое-то время не едят извините за стриптиз смотрите на мои ноги просто все вообще синяках все синие все всадинах царапинах вообще вот такая тайга жестокая тайга жестокая но справедливая потом вот так награждает правда немножко разбавляет комариками ничего это терпимо чуть-чуть из воды выходишь и все комары тут же налетай товарищи жрачка кстати такие радоновые ванны подойдут для людей с слабым здоровьем говорят что кто сюда ходит купаться тот выздоравливает не могу сказать что это точно но так говорят время десять вечера практически я только из ванны вылезла вообще вылазить не хотела вообще кайф такой когда на улице холодно и ныряешь в эту ванну горячую сейчас будем ужин готовить гречку скорее всего и человек с чем-нибудь попьем и будем спать уже реально спать уже хоть и 20 вечера пока еще найдите опять на ночь и завалимся с полной пузыней гречку мы нашли по ходу съели решили сделать вермишель с овощами если будет жидко добавим пачку в гречку меньше добавим будет нас такой супец вермишель его гречами с овощами с овощами цикурит у нас уже завалился нравится цикурит так мы получим краевших 6 на 7 на 8 вот такой супенцы у нас получился очень даже вкусный тапель и 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 но доброе утро земля вы хорошо мы хочется еще андрей поставил будильник такой ужасный аж испугалась это не будильник это звонок я обычно не пользуюсь всякими звуками дурок у него всегда вибрация стоит в общем сижу разрушляю искупаться или не искупаться напоследок волосами хочется мочить сейчас решу если чё бежать собираться бегом-бегом-бегом пока комары не сожрали просто такие атаки происходят вообще сейчас они пока не ночухались что я вышла надо просто такую-то очень быстро покупаться надо водичка смотрите-ка водичка сегодня не взбаламученная пузырьки даже вода такое ощущение что горячая она из-за того что холоднее на улице то ли вода реально водичка прям горяченькая так вылазить не охота времени мало водичка вот 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 так здорово вообще не хочу выходить она комфортная не горячая не не слегка теплая прям вот как надо как с утра классно принять такую ванну с комарами не хочется но надо надо точно опоздаю на поезд гайлина соберись берись выходи нет не хочу атака комаров происходит моментально только высовываешься из воды завтрак делать и собираться такая гречка интересная получилась с сухим молоком с малиной сублимированной с клубникой сублимированной с изюмом и варенье вот она в бутылке доедается берем а еще сюда я добавила чай имбирный с апельсином потому что сахара нет и мы про варенье забылись добавили сначала чай короче каша вкусная получилась у андрея без без варенья но все то же самое вкусная ну и как класс вкусная каша дома какую не сваришь ну как походит накалывает для тех кто придет убрались работу выполнил обычно я подметаю вот все убрали пришли тут такой сране был я просто не показывала но так прибрались вообще чисто здесь выкинули лишние там бутылки это для воды стоят не нужны так вот все развешали от яла кстати пришли было вообще мы крыше и на него села промокла тут его повешили подсушили у печки все короче после нас чисто аккуратно изба остается такой все в путь будь дороженьку много спасибо за приют мне тут очень понравилось сейчас комары нас заедят нам километров 11 типа примера до поселка ёшкин кот и на комарник от неудобный просто трындец пока спасибо мне так тут понравилось я бы купалась и купалась даже хочется снова залезть такая вода как здоровская классно тут после такого похода тяжелого так классно провели вот это вот время здесь хорошо отдохнула помылась вообще замечательно я наверно дальше не буду снимать только если что-то интересное будет подписывайтесь на мой канал на ютубе подписывайтесь на мой второй канал на ютубе подписывайтесь на мой мою группу вк канал на дзене пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь везде если вам нравится мой контент всем спасибо за поддержку и до встречи на моих каналах а тут вот еще банька оказывается есть вот она не знаю функционирует или нет все руки сожрают комары до встречи всем ну вот мы последний час идем в лесу потом еще час будем идти к асфальтовой дороге вот пока есть возможность подтверждаю что это ворона на самом деле белая летает где хочет иногда даже задом наперёд выносливая ну как мужик не каждый может видеть где она ходит самое главное психологически стрессовая устойчивость выше чем обычных туристов которыми я имел дело очень много если что меня зовут сверхов андрей петрович житель бурятия северо-байкальский район ангой а произвести факты я подтверждаю документально кому интересны походы по северо-байкальску по северо-байкальскому районных окрестностях прошу ко мне зимой и летом организуем вантуру по нашим краям особенно у нас много горячих источников их можно не просто погулять в общем контакте будут внизу под этим фильмом всем пока пока всем привет до свидания до новых встреч надеюсь кем-нибудь увидимся в следующий раз в поселке Кечера. Такой маленький поселок. Все друг друга знают. Андрей здесь работает. Мы заехали к нему на работу. Тут такие люди отзывчивые. Повозили меня по магазинам, искали домашние пирожки. Нашли в одном магазине. Продавщицы тоже все хорошие, отзывчивые. Люди такие прям мне понравились. Мне понравилось. Я не знаю, что это. Это полный шанс. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Подойти к Байкалу и видеть, какой он огромный. И вот я нашла. И даже люди там купаются. Здесь ни пляжа, ничего нет. Такой крутой прям спуск. Камни сыпятся. Я вот спускаюсь, скользю. Но иду. Хочу подойти. Коснуться Байкала после столько дней. Столько дней в тайге. Мне хочется коснуться Байкала. Я бы даже искупалась, но... Но я не могу. Я вещи все сдала. А тут люди, если бы Галышон, если бы не было, я бы искупалась. А в одежде мокрой ходить не вариант, наверное. Хотя не знаю. Сейчас посмотрим. Ну я ни штатив, ничего не взяла. Я снять-то даже не смогу. Просто хотела увидеть Байкал. Вот так вот. Потому что изначально-то я на Байкал ехала. А я его весь по тайге прошарилась. Никакого Байкала не видела. Вот это бескрайнее море. Вот это Байкал. Жаль, конечно, не дикие места. Вон там, наверное, в горах вообще здорово. Видите там, какая погода. Там облачно. Там дожди, возможно. А тут походу просто по-друски отдыхают местные. Вон костерок даже жгут. Здорово. Такой дикий пляж. Я такая радостная вообще. Под конец еще к Байкалу спустилась. У меня до поезда три с половиной часа. Я пошла в кафешку покушать и купить в поезд еды. И решила первым делом сначала найти подход к Байкалу. Пришлось уйти почти за город. И вот на окраину города. Благо тут все в пешей доступности. Эх, так искупаться охота. Не знаю даже. Люди везде. Надо голышом купаться. Ну, не везде люди, но они есть. Ой, какой Байкал красивый. Какой огромный. У него цвет шикарный. А вот здесь тоже люди, кстати, отдыхают. Да, походу, либо мне в нижнем белье купаться, либо совсем не купаться. Мне так белье неохота мочить. Потом мокрой в поезде ехать. Какая же красота. Просто бескрайний. И край есть, конечно. Но вот в ту сторону, наверное, очень большой. Хотя там тоже что-то виднеется. Красота. 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 Продолжение следует... Круто! Я люблю тебя, Байкал! Я такая радостная вообще! Я даже мечтать об этом не могла, что я еще перед отъездом искупаюсь в Байкале. Здорово! Время часа три осталось, надо идти кафешку искать, покушать, еды купить в поезд. Теперь я вообще довольна окончательно. Продолжение следует... Люди всегда ждали, ждут и будут ждать нового дня, нового года и новой жизни. Вот еще чуть-чуть, еще немного и мы заживем. Сделаем это, сделаем то. Только вот надо подождать. А жизнь тем временем полетает мимо. И спустя какое-то время они оглядываются назад и говорят... Вот был бы я чуть моложе, я бы тогда сделал это, сделал то. Я бы горы свернул, до года уже не те. Получается, что всю свою жизнь люди тратят на бессмысленное ожидание чего-то. Ждут, когда появится лучшая работа, которая даст больше возможностей. Когда появятся друзья, которые разделят с ними их увлечения. Когда появится время, чтобы осуществить задуманное. Когда окончат учебу, вырастут дети, внуки и так далее. Помните, пока вы будете жить и пребывать в иллюзиях ожидаемой новой жизни, она просто пройдет мимо вас. Никто, кроме вас, не способен изменить вашу жизнь. Дерзайте, творите, живите здесь и сейчас. Дерзайте, творите, живите здесь и сейчас. ТЕКЛА ухай зомуля сейчас как я покушаю вкусненько в такой кафешке сижу северо-байкальске в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok